всем привет ребята вы на канале digital шаман меня зовут иван и у нас сегодня 2470 f2 и 8 m1 canon пришел из города нижний новгород у объектива есть конкретная проблема вот такая при трансфокации залипает на 35 и все и дальше не двигается при этом есть небольшой щелчок пришел он сюда с целью заменить шлейф диафрагмы потому что там ошибка 01 если нацепить на аппарат то можно видеть что диафрагма не хочет открываться все закрылось и даже после того как я его отцеплю он все равно остается закрытым видите а брызь шлейфа очевиден следовательно если сделаем снимок у нас будет ошибка 01 судя по вмятины на барлей передней линзы у нас был удар на этом объективе и в общем то он мог повлечь за собой разрушение колоров баррель передней линзы и в общем то да очевидно это есть сейчас покажу как появляется место куда пришел удар получается здесь она качается еще характерно постукивает разбираем объектив заменяем шлейф диафрагмы и посмотрим конечно же на колоры барреля передней линзы если они повреждены и имеют конкретно трещины то такие колоры лучше заменить пока они вообще не растрескались поехали ну что мы видим мы видим что у оригинального шлейфа который стоял здесь сорвалась вот эта пластинка которая на нем приклеена попала в трансфокатора и в общем-то порвало шлейф классическая проблема правило вызвано нагревом объектива такое бывает иногда бывает просто клей начинает деградировать и так вот он попадает мы видим здесь качание барреля передней линзы и причем значительные вот этот стук очень сильный требуется конечно же посмотреть колоры и соответственно если эти у нас биты соответственно вот эти у нас будут изношенные и парнем слегка продавлены и это тоже потому что кинетическая энергия распределяется по всем колорам кроме фокусных фокусные отдельно ломается но в данном случае я сейчас их осмотрю на люфты о нифига себе друзья у нас оборван колор колор фокуса видите вот он оборван это делает картинку у этого объектива софтящих софтящий на 24 до такой степени что уезжает получаться край видите оборванный колор он должен быть вот таким колор под замену придется все колоры которые здесь находятся открутить и при учетах при том что их надо сначала от спиртом отмочить потому что они на резьбовом фиксаторе и посмотреть нет и трещин вот в этих колорах потому что один колор как правило несет за собой все остальные возможно всю группу придется поменять давайте посмотрим более детально и внимательно на все эти моменты сейчас начнем разбирать колор баррели передней низы их посмотрим при увеличении итак мы видим здесь серьезные разрывы на каждом из колоров где-то даже до основания и даже в основании есть разрывы довольно глобально на самом деле такие колоры безусловно нужно менять это уже полное повреждение сейчас здесь на колорах я буду ставить метки вот тут и тут это точки где касается колор с баррель вот в данном случае вот в этом месте потому что там еще есть места где он цепляется далее мы посмотрим эти точки под микроскопом и оценим их состояние далее развернем колоры рабочей стороной потому что точки не шире маркера вот этой линии пятна касание соответственно развернуть на 90 градусов все работает как тоже как надо то есть все линзы стоят на своих местах и соответственно промежуточный колора промежуточных баррелей тоже необходимо развернуть иначе у нас будет люфт и я его уже чувствую вот он люфт и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok И тут если посмотреть под увеличением То видно место где я поставил метку А там есть выработка В виде прямоугольного блестящего участка Это и есть пятно выработки Калар такой можно развернуть на 90 градусов И он будет работать Потому что здесь такой выработки нет Соответственно и нижняя часть Где касается геликоида Вот это место выработки Тоже перемещается на 90 градусов И у нас рабочая область полностью свеженькая Субтитры сделал DimaTorzok Итак вот шлейф диафрагмы И вот место обрыва Именно здесь поводок зума Цеплялся и разорвал Соответственно и зум не крутился И диафрагмы конец Распаиваем сейчас шлейф И меняем на новый Субтитры сделал DimaTorzok И казалось бы Блок диафрагмы уже готов И можно было бы все собирать Однако еще нет У нас есть поврежденные колары Барли фокуса И соответственно нам необходимо Сейчас будет заняться им Как мы можем видеть Вот его здесь нет А он должен быть Три колара здесь Один поврежденный Два нужно исследовать И знаете что Нет Нету частицы А это значит Работы увеличиваются Где ее искать Но как правило она вот здесь Будем ее искать Внутри Вот этого барля Поэтому пока Я никуда не перехожу Мне необходимо будет Найти этот кусочек Итак Что у нас по коларам Здесь у нас получается Один Испорченный Два нормальных И в принципе Можно было бы заменить Только одну Вот И так оно и будет Вот справа у меня Вот здесь в пакетике Лежат Колары Производства Россия Слева еще Японские Вот все что осталось Это самое что ни на есть Оригиналы В данном случае Если бы я менял бы Например Все три Я поставил наши Вот Потому что все три Одинаковые Одинаково будут Изнашиваться И одинаково В общем то По размерам будет Здесь 398 размер 398 И вот этот тоже 398 Поэтому поставим 398 Все вот Одинакового размера Слева у нас Японец Справа у нас Российского происхождения Ковар И тот и другой В принципе По размерам Правильно подходит Другое дело Что у меня Вот этот 398 И те потертые 398 По размеру Вот А этот у меня Четверку идет Вот Если бы все Говорю менял бы Менял бы Сразу На вот эти Они крепче Ссылку на покупку Коваров с производства Я оставлю в описании Итак У нас Восстановлено движение Все коварчики На месте И все Как надо Но это еще не все Сейчас залезем Вот в этот блок И посмотрим Нет ли там Этих остатков Вот где застрял Кусок Он сюда Провалился И вот он Торчит здесь Еще так набился Четко И его выгнуло Сейчас все это Очистим Отмоем И дальше Можно собирать А вот так Будет выработка Так у вас засвет Вот так Оксид алюминия Перемешку Со смазкой Все Теперь все ходит Плавненько Мягонько Смазка положена Еще обнаружил Вот такую частицу Она была оторвана Я кажется Знаю что это Только пока не уверен Сейчас найду Подтверждение Тому что я знаю Сначала подумал Что это палочки Вот эти вот Но нет Это палочка Вот отсюда Вот такие дела И вот только теперь Можно переходить К сборке При сборке Мы будем чистить линзы Поэтому вот такие перчатки Я уже поменяю Они уже все В выработке И дальше Спасибо за субтитры Продолжение следует... И баррель передней линзы установлен. Теперь можно посмотреть, как он плавненько туда заходит. Мягонько ходит и никаких проблем. При этом качания нет. Ну, вернее, люфт-то он все равно должен присутствовать. Но, сами посмотрите, то, что у нас было и то, что сейчас. Тут по сравнению с тем, что сейчас, можно сказать, и нет ничего. Но благодаря все равно и с зазором у нас есть движение. Если бы зазоров не было, было бы полное заклинивание. Перед сборкой мотора я сначала сниму мотор. Цвета побежалости. Внутреннее сопротивление прибора... 0,1, 0. Соответственно, это погрешность. И отсюда до сюда. Здесь неплохо все. Нормальное сопротивление 0,4 и 0,6. Тут даже меньше. А вот в переходах здесь высокое сопротивление. 1,4 Ома. Хотя должно быть как надо. То есть, 0,3, 0,6. Здесь тоже высокое. 1,2. Этот движок поработал и начал немножко выдавать неправильное сопротивление. 0,5. Здесь одна точка нормальная. Соответственно, вот в этих точках у нас есть неправильный переход. Это восстанавливается при помощи ацетона, либо контактола. Здесь тоже переход слегка изменен. И, соответственно, вот эта поверхность, видите, она тоже претерпела изменения. Сейчас это восстановим. Останавливаться на этом не будем. Показывал много раз. Итак, контактолом восстановлены проводники. Сейчас подсыхает контактол. И чем быстрее он подсыхает, точнее, чем больше он подсыхает, меньше вот это сопротивление. 0,3, видите уже. А сопротивление прибора 0,1. Ну, периодически прыгает. У меня батарейка подсаживается. 0,3. Переходы, которые у нас морозили, вот они. Все, опять у нас 0,3. Здесь вообще 0,2. И вот здесь 0,2. Вот и все. Собираем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что ж, друзья, работа выполнена. И сейчас тесты. Сейчас поставил объектив на тушку. И, в общем-то, если вы смотрите туда внутрь, давайте подсветим. Можно видеть, как двигается диафрагма. Это у нас на 70. Делаем трансфокацию. Это у нас на 24. Соответственно, раз это все работает, то и у нас ошибки быть не может. Ошибку не выдает. Соответственно, закрыла диафрагма, кадр темный. При открывании диафрагмы, конечно же, будет у нас изображение. Теперь тесты и настройка. Так, и по сетке настроил. Все, теперь в центре. Трансфокация. Чик. И тут все точно так же. Отлично. Таблица вся резкая. Отлично. И теперь бесконечность. Это у нас получается 24 на бесконечность. И 70 на бесконечность. Кирпичики все резкие. Все как надо. Движочек у нас бодренький. Прям вообще очень хорошо бегает. И здоровье у него теперь не будет ухудшаться. В результате эксплуатации там могла быть, в общем-то, отказ-движка в будущем. Все, 24-70 ходит мягко. Очень приятно работает. Ну и по факту, вот что вытащили. Шлейф, кусочек колара. Сам колар открутили, поставили новый. И эти колары, конечно, раздолбанные. Никуда не годящиеся. Тоже извлекли. Удар был, конечно, сильный. Соответственно, не зря в этом месте такой залом на барреле. Вот так. Объектив готов. И на этом у меня все, друзья. С вами был Иван. Канал Digital Shaman. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok